В едином порыве сотни тысяч человек. 9 мая бессмертный полк вновь объединит тех, кто хранит семейную историю и помнит своих героев. В Казани шествие начнется в 3 часа дня. Для соблюдения режима безопасности после окончания торжественного прохождения войск казанского гарнизона и специальных подразделений мы даем небольшую паузу для того, чтобы люди смогли подойти. Общественный транспорт будет ходить к месту до половины третьего. Участники соберутся на улице Карла Маркса, начиная от перекрестка с Горького. Колонна выдвинется через Лобачевского, выйдет к Кремлю и спустится на площадь Тысячелетия. Маршрут акции тот же, что год назад. И легче учесть ошибки. В прошлом году у нас очень многие жители и гости столицы в эту зону сбора проходили через перекресток улиц Горького и Карла Маркса. Мы еще раз обращаем внимание, что также входы работают на улицах Толстого, Муштари, Гоголя. По окончании акции в метро участят рейсы, а Ленинскую дамбу закроют для автомобилей. Здесь и у пирамиды участников будут ждать автобусы во все районы города. В фотосалонах не затихают печатные машины. В этой точке на декабристов на Бессмертный полк в прошлом году сделали 2000 портретов. Сейчас снова заказы. Стоит готовый штендер с держателем 440 рублей. Мы стараемся держать самые минимальные цены в городе для того, чтобы людям была это доступна, услуга. Сготовление очень быстрое, от часа, ну максимум на следующий день. Заказать штендер, кстати, можно и не выходя из дома онлайн на сайте фотосалона. Здесь можно выбрать горизонтальный или вертикальный формат, понравившийся шаблон и загрузить в него фото своего героя. 2,5 километра с памятными портретами в руках только в Казани пройдут как минимум 120 тысяч человек. Поддержит шествие и в селах, и в деревнях. Татарстан уже стал третьим регионом страны по количеству участников. Лена Зинатольна, Амир Залюшев, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин